Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему. Усталь стивы, говорят, от сердца притворного. Истребит Господь все усталь стивые язык велеречивый, тех, которые говорят. «Языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин?» Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни. Слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленные. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Евангелие от Матфея. Глава одиннадцатая. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Когда же они пошли?» Иисус начал говорить народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам, и ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня, но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо, и бремя моё легко». Книга пророка Иоиля Глава первая Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него, зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лазу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее до гола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем, а муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда земледельцы, рыдайте виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблонь, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояштесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего веселье и радость? И стлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада валов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачное пастбище пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животное на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни. Книга пророка Иоиля Глава вторая Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Дотрепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря, распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. перед ним земля, как сад Эдемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют, как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих, не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы, бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор, перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет, и Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчища его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его, но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу, Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни и говорят «Пощади Господи, народ Твой, не придай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. и пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую переднее полчища его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловонье и поднимется от него смрад, так, как он много наделал зла. Не бойся земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумно хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем, и воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный, и будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь и у остальных, которых призовет Господь. Книга пророка Иоиля Глава третья Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отраковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон и все округи филистинские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. И сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам еленов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей в руки сынов Иуды, и они продадут их совеям народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен, спешите и сходитесь, все народы окрестные и соберитесь, туда, Господи, веди твоих героев, пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы от всюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела, идите, спуститесь, ибо точила полна, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день. Горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из Дома Господня выйдет источник и будет напаять долину Ситтим. Египет сделается пустынью, и Эдом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их, а Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. Прибудьте во мне и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. в в в в Продолжение следует...